Макой, он тут? Бояться теперь нечего. Я знала, что ты придёшь, как и обещала. Я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Макой сказал, что проведёт нас к челноку. Доброе утро, день, вечер, ночь. Мы продолжаем первую часть Dead Space. Это у нас вторая глава. Интенсивная терапия, как она там называется. И вот у нас второй сюжетный предмет, меняющий темпой. Тенезис модуль. Да, 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 да. Это мы отца отстань. Как мы видим, куча трупов. Они пытались бороться за жизнь людей. Толк от этого, как видите, не очень. Ну, периодически нам будут попадаться люди перед своей кончиной. Такой у нас был в начале. Его забодал некроморф. Дама вот перед своей смертью. Раненая. Глаза, глаза, глаза. Они любят себе глаза выковыривать. Задача у нас проста. Нам надо просто пробраться до капитана в морге. Вот этот кинезис модуль, это идеальное оружие, чтобы экономить патроны. Да, ну ладно, давай так и оставим. Из, по-моему, семи орудий, доступных в этой игре, в первой части, Вот это оружие, это просто кусок гуана. Огнемет. Не берем ни в коем случае. Дрянь поганая. Кончен. Оу. Айдек. Мал. Нанас напали. Кендра исчезла. Только что было рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Принеси мне икс-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими паниками связь бесполезно. Фу-фу-фу-фу-фу. Мучи летают. Так. Эй, знал, 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 что надо везде прошариться. Ну, куда пойдем? Чтобы попасть в морг, в медлабораторию, нужна бомба. У нее две составляющих. Нас сюда посылают. А можно пойти сюда, наверное, да? Мы не будем слушаться. Мы пойдем против... Против приказа. Ой. 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 Ну вот, пожалуйста, еще один. Типа живой, да? Бам. Сам себя добил. Патроны. Ты дрянь какая, а? Тварь. А, ну вот и пригодился наш этот силовой узел. Как правило, в этих штуках все-таки больше, чем на 10 тысяч. Ну, или какие-то полезные предметы. Типа схем. Которые продать можно. Большая аптечка. Ну, ну, ее можно за 5 тысяч продать, можно оставить. Или там, внизу, вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, тексты истины. Все это время... Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Матиус никому не позволит спуститься в колонию. Пока не выясним больше, она на карантине. К черту Матиуса. Ему лучше, чем кому-либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже компании. Думай, что говоришь. Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. Во-во-во, начались разговоры. А ты Теренц веришь? Скажи. Бесполезные и неверующие. Ну, дрянь такая. Используйте генетически бездарец на тяжелых предметах с таким символом. Я тебя понял. Ну, давайте. Какие живучие мрази. Вот я их ненавижу просто. Что-то попрыгушками. Дрянь, только ничего не дали. Тысячу. Ладно, ты еще, так ты еще. О, еще один. При смерти. Все. Бам. Ты что, дурак, что ли, Саша? Ты на кого вообще прыгнул? Упульсные заряды. А, это для армейских винтов. Ну, учитывая, что я играю на сложные, то пока не прокачаю лизак, ничем другим заниматься не буду, никаким оружием. Ну, и семи орудий здесь еще играбельных, ну... О, видали? Ну, еще три, наверное. А остальные три практически неиграбельные или слишком сложны в употреблении. Ну, давай. Трень такая, ты будешь к ним попадать? Ну, ненавижу их, в них еще попасть надо. Во, во, во. Ну, это я тебя видел. Все, закончились. Не, ну, сразу игра видна, натуральный хоррор. Что нас только радует. Потому что я мало знаю вообще нормальных хорроров. Текст. Во, 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 во. Выходы. Выходы в космос. Слушай, ты у меня эти свороты идет, а ты меня вот это... Иди к черту. Ой, что это там мелькает? А? Опять это дерьмо. Ну, в принципе, это вазер с широким лучом. Он, конечно, неплох, но... На сложный я его не вижу смысла юзать. Так, вроде, пока кислород есть. Худо-бедно. Опа. Как чую. Помни, в разных отсеках Ишимура можно настроить разную силу тяжести. В зоне невесомости твои гравиботы активируются. Это ты про это место, что ли? А, помним, помним. Отстань от меня. Отстань. Кстати, вот враг будет нападать, а надо... Би-би-би-би-би-би-би. Откуда и сюда. И чё? Ты хочешь сказать, больше зелёных ящиков нету, что ли? С плюшками. Так, уж надо прыгать. Зона гравитации. Так, первый из двух предметов. Отлично, ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй всё на парикаду. Иди. Я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Исаак. Спасибо, спасибо, чувак. Меня так просто, наверное, отсюда не отпустят, да? Ну точно. Зона невесомости. На, пану. Зона невесомости. Зона гравитации. Еще один, да? Такая. Зона гравитации. Я тебе башку сши, да? Зона невесомости. Чё, вас двое, да? Дрень такая. Всё? Закончились? Тварь. Ну вот этих трёх павых я, конечно Ну, в смысле, я с тремя конечностями блюдков ненавижу просто Они достаточно часто попадаются И являются достаточно мерзкими врагами Зона гравитации Дай-ка я догадаюсь Ну точно Иначе и быть не могу Ничего не дал? Трянь такая Блин, тут иногда просто надо идти с готовым оружием Трянь такая Чинь-чинь не даёт Ну чё, где любитель неожиданно выскочит, а? Трянь такая О, 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 пониклассик А если так? Уууу Хе-хе-хе-хе-хе Литун Здесь никого нет Опять эта скотина, да что же это такое-то, а? Ой, что-то я лишнего пострелял. Бомб, ну куда и сюда. А чё, это я пропустил? Ай-яй-яй-яй. Меджурнал. Старший психиатр. После очередной сильной дозы успокоительного халис спит. Похоже, он вообще не в состоянии заснуть без помощи лекарств. Большинство людей испытывали состояние истощения, проведя более 50 часов без сна, но только не халис. Его объяснение тому, что произошло в колонии, также звучит крайне странно. В них явно прослеживается паранойя. Она водична той, что охватила многих людей на планете внизу. Его вина в преступление однозначно. Два офицера службы безопасности были рядом, когда он захватил заложенца доктора Циарелла и убил сестру Эванс. Да и сам халис ничего не отрицает, но при этом говорит, что в его действиях не было никакого преступления, не испытывает и то ли эти чувства вины. Просто классически обращивает поведение социопата. Хотя других симптомов разрушения личности я в халисе не обнаружил. Он общительно дружелюбен, с удовольствием воспринимает шутки и высказывает неординарные идеи. Но когда я спрашиваю его об убийствах, он замыкает в себе, теряет связь с окружающим миром и начинает проявлять симптомы шизофрении. Кроме того, у него случаются краткие приступы галлюцинации, похожие на те, на которые сообщает из колонии. Халис утверждает, что он угрожал доктору, потому что должен был остановить видение и лица, и что он снова убьет, лишь бы стать вновь единым. Что это все значит, я не могу понять. Очень интересный случай. Ну да, заделай нас единым. Че? Эвакуируйте это место немедленно? Что-то здесь должно быть, а точно. Маленькие убылики. Куда побежали-то, товарищи? Что ты дрянь такая маленькая? Вот, давай. Че? Ну ладно, давай, дружи. Дрянь. Че? Че? А? Ой, видите, что это? Так, ну патрончики будут сейчас заканчиваться, надо приталиться. Эмм... Ну давай, продайте. Хотел я качать стопот. Да куда ты, хер твою? Это не будем качать. Может быть это в качестве второго оружия? Не знаю, посмотрим в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Ну шо? Давай глянем. Нас сначала ведь сюда приглашали, да? Ты издеваешься? Отстань от меня, дура. Ой-ой-ой, трупов-то сколько? Патроны хорошо. Ой-ой. Кто шумит? Зачем шумишь? Ну дрянь такая. Ага. Так, дай-ка. Эмм... Ёб твою мать... Да блехо муха. Тувари. Не успеваю даже их частями воспользоваться. Ничего не дали? Вот ублюдки. Карантин не сняли вниз, чтобы замыть. По всей видимости... Скоты. Ладно, патроны есть. Вон он, вон он, ползит. Гаденыш. Я не уверен, что это единственный гаденыш, но... Вон он. Да, здесь, конечно, более всё топорно выглядит. Более корявенько. Можно даже сказать, что вторая часть во многом лучше. Даже, наверное, в хоро составляющей не хуже. А чё карантин не снимают? Это не всё ещё, что ли? О, ну блин, такая. Ладно, это мы всё потом посмотрим. О, слышу, слышу, всё. Всё, я тебя, я тебя услышал. Еб твою мать, опять... Ползунок. Ебаный грёбаный. Это бронированные копыты, то есть фоберку надо высекать. Скотина какая, а? Карантин снят. Вот, карантин снят. Тут у них копыта, короче, бронированные. Надо сверху лучше бить. Ну, это как полушка. Скотина такая. Так, смотрим, что здесь есть. Всякое помещение большое, что-то должно быть. Пи-пи-ту-ту-ту-а-а, не, не хочу. Так, патроны есть. Наконец-то Юркенс внял моим уговором и показал записи с колоней. То, что я увидел было восхитительно. Потрясающе. Шахтеры превращались во что-то невероятное. Я должен узнать больше. Ну, как весело, да? Учёные во мне желают открыть этот секрет. Хотя верующие стремятся целиком отдаться этому чуду. Так ты верующие ли ученые? Я должен не следовать ни один из этих некроморфов. Я должен увидеть все стадии развития вируса. Возможно, этот пациент из колонии... Какой же ты урод, а? Так, чё здесь? Да-да-да, сквозь текстуру давай. Твой патрон, как хорошо. Всё? Ну ладно. Гадёныш. Нет, это проход дальше, наверное. Ой. Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Всё образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать всё что угодно, но ли я? Обелиск – великая святыня, и вы это знаете. Пути Господни неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс, чем серьёзней ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Не? Это меня и беспокоит. Лидёзный фанатике. Спасибо мне, да. Ну чё тут? О! Да, чё-то припоминаю. Ну точно, здесь тип-типу нычка. Ну её легко найти. Эмм, чё? Ну это на продажу проводник. Бабки. Всё что? А-а-а. Личный журнал Доктор Тень. Терренс Тень, старший вестер по науке. Несмотря на отвратительное качество видеозаписи из колонии, похоже, это действительно настоящий обелис, первый найденный церковью за 200 лет своего существования. Я собираюсь поднять его на борт корабля и тщательно следовать. Перспективы этого открытия огромные. Не для меня лично, хотя я и мечтал найти обелис многие десятилетия, но для всего человечества и для церкви и юнитологии в частности. Этот обелис способен открыть дверь в новую эру, и я приложу все свои силы для этого. Конечно, церковь высоко оценит мои труды, хотя единственная оценка, которая чего-то стоит, это благодарность от человечества. Поистине, благословен этот день. Если бы вы знали, чмошники. Ну, во второй части мы с вами ещё не только религиозные фанати опасные, но и любое правительство. Ну, как мы и здесь это узнаем. Любят, любят такие сюжеты нам предоставить разработчики. Так, всё, здесь, наверное, уже всё. Осталась эта комната. Парни. Существа мельки. Ничего нету. Парни-мельки. Я убежал. Парни-мельки. Таа. Чего? Ты? а новый враг ну вы помочь не можете взять за закрыто малыши быть и младенцев да такой момент хотя чем дальше идет индустрия тем больше они делают цензуру по поводу детей развивают все такое но здесь нет здесь малыши дети бегают все нормально башку отхерачу правда дяденьки даром уйдет мертвых ухалка дрянь такая я прыгнул нашел на кого прыгнуть я думаю где ты падали такой бой плечок удар больших патроны вижу да не ну тут не один маленький ублюдок это улового побежал 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 дрянь такая и сюда да что ж такое-то маленький ураг ой хе-хе я тебя вижу да да что ты убираешь эту дрянь твою ну короче если бить не по конечностям вы весь боезапасы стратите да что я тупанул маленький ублюдок так что он с патроном да нормально а вот и вторая часть термит хорошо термит что ты подобрал запросто прожжет эту баррикаду используя электроподушку как детонатор надеюсь я смогу удержаться здесь я слышу как сюда движется что-то большое да на здоровье прокачивать ой я тебя слышал мадам вы чё совсем афаналили да куда я стреляю дурных паника паника страхи не хочет брать их острые части что никак не охотно оторваются летят не то что в других частях чё ты смотри там это самое звук аммень кукай так патроны вроде бы есть ладно так это мы отправляем на сквад 1 продадим дать им еще можно правда да что ж такое целин забываем хорош так патроны силовой узел типа прожег 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 хорошо ты прорвался отсюда ты доберешься до морга помни коды находятся на теле капитана говорит старший медик николь бреннон передаю по общей связи нам нужна помощь не хватает людей чтобы справиться со всеми случаями заболевания нам не сообщают что происходит эти раны у нас нет оборудование чтобы их лечить на стол его держите крепче это было не кольда отсюда я не могу понять когда сделали в виде трупа ходячего в виде трупа ходячего спасибо не надо они думают она жива так конечно зачем я спорю ой ой привет да ну здорово фу какое место неприятность дрянь это везде бегает здорово че там хрюкнул блин че так вот ждешь пока он раскроется он на самом деле может прыгнуть бегать дальше дрянь такая так патрончик молодец какой давай 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 место есть еще да ой я туда и сюда пока никого так вот патроны вижу ну ну традиционно сейчас попрут да да нет да да нет не не хотят ой так и знал что что то пропустил но это мне нахрен не нужно ладно ладно а опять так о здорово здорово слышу 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 спины опять а да что то какая бесполезность этих острых предметов твари лан патроны есть еще ну я не буду пропускать эти комнаты ой ё-моё тем более тут патронов уйма еще давай 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 в лазерном магазине ну вот как раз вот эта дрянь широкая которую я беру но оружие качать не буду ну ладно далее и далее чё ну длина серии не будет совпадать с длиной глав а то совсем будут большие серии так сейчас до записи дойдем о кто-то там шумит бегает эй меня кто-то слышит мое имя Эйлен Фиск я только что проснулась а вокруг никого нет я не знаю что происходит почему они все ушли попробуй найти хоть кого-то если вы меня слышите пожалуйста заберите меня отсюда я слышу как что-то скребется за стеной хм кто здесь вы доктор почему все погодите я знаю вас вы Гаррис заключенный из колонии вы убили ту медсестру то Харрис то Гаррис помогите кто-нибудь помогите мне умоляю так ну это явно замануха какая-то да? ну точно ты тих 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 я ни дуга Cool что ты так близко я не хочу мы не настолько знакомы не надо нарушать мою лично и пространство и оп твои море бегунизiker то такое а или это она даже не знаю не разглядел Твари, опять это дерьмо твой. Алиса, ой-ой-ой-ой, перечень новообращенная. А, это, наверное, второй доктор этот, кукукнутый. Записи ведет. О, пожалуйста, еще выжившие, ну как выжившие? Ой, как смешно, ой, как смешно. Кушаешь обед у тебя, что ли, я помешал тебе, да? Оп, по горлу. Ну тут у всех прекрасное самочувствие, вон чувака завалила и сама Кирдек. Так, журнал, доктор Теренстейн. Капитану Матиусу. Бенджамин, в дополнение к нашему предыдущему разговору, я хотел попросить тебя повлименить доставку обелиска с планеты на борт на денек-другой. Уверен, ты знаешь, что я сильнее кого-либо, еще хотел исследовать этот удивительный артефакт и понимая, что ситуация в колонии заставляет тебя действовать быстро. Но в этом как раз и вся загвоздка. То, что происходит внизу, невозможно объяснить какими-либо естественными причинами. И нам необходимо время, чтобы досконально проанализировать ситуацию. В свете моей последней беседы с доктором Мерсером, я хочу спуститься вниз, чтобы вместе с доктором Циарева и Уэлланд провести тщательные клинические исследования. Мерсер, вот это вот и есть второй этот придурок. Чокнутый ублюдок. Судебно там недостойный, неверующий. Ну, на этом я серию закончу. Увидимся в следующей серии. Всем пока, спасибо.